Сегодня мы поговорим о том, что такое гидростатическое давление. Это давление, которое создает столб жидкости своим весом. И чтобы продемонстрировать его, мы собрали вот такую установку. Эта труба затянута снизу резиновой пленкой и сейчас я буду наливать в трубу воду. Заливаем первую банку и вы видите, что пленка слегка прогнулась. Заливаем вторую банку, давление воды увеличилось и пленка прогнулась больше. Заливаем третью банку, давление выросло еще сильнее и пленка прогнулась весьма заметно. Понятно, что это давление зависит от высоты водяного столба. И сейчас мы посмотрим, как оно от него зависит. Для этого мы рассмотрим воду, залитую в аквариум. Чтобы найти давление воды на дно аквариума, надо разделить вес воды МЖ на площадь дна С. Масса – это произведение объема воды В на плотность ρ. А объем воды в аквариуме равен произведению площади дна на высоту столба воды H. Площади в числителе и знаменателе сокращаются, а остальные три сомножителя обычно записывают в порядке ρgh. Обратите внимание, что давление в этой формуле зависит только от высоты столба жидкости и не зависит от площади дна сосуда. Сейчас в аквариум и мензурку вода налита до одного уровня, и хотя вес воды в аквариуме гораздо больше, чем вес воды в мензурке, но во столько же раз больше площадь дна, на которую приходится вес. И поэтому давление на дно и аквариума, и мензурки оказывается одинаковым. А теперь давайте рассчитаем давление воды на дно этого аквариума. Плотность воды составляет тысячу килограммов на кубический метр, G – это 9,8, но мы округлим до 10 метров в секунду за секунду, а вода налита в аквариум до уровня 20 сантиметров или 0,2 метра. Перемножаем все эти числа и получаем две тысячи паскалей или два килопаскаля. А теперь нам нужно связать гидростатическое давление с законом паскаля. По закону паскаля давление в жидкости передается одинаково по всем направлениям. Это значит, что жидкость давит своим весом не только на дно сосуда, но и на его боковые стенки. И сейчас мы покажем это в следующем опыте. Мы проделали в бутылке три отверстия на разных уровнях и вставили в них пластиковые трубочки. А теперь я подниму бутылку, откручу крышку и мы видим, как из всех отверстий бьют струи воды. Причем, чем ниже отверстие, тем сильнее бьет вода, потому что чем ниже, тем давление больше. Есть еще один вопрос, связанный с законом паскаля. Этот закон говорит нам, что давление передается во все точки жидкости одинаково. Но мы же видели в предыдущем опыте, что давление растет с глубиной. Нет ли здесь противоречия? Давайте с этим разберемся. Рассмотрим наполненный водой сосуд и нарисуем давление воды на его боковую стенку, которая, как мы знаем, растет с глубиной. Добавим сверху еще один слой воды толщины h. Теперь давление на стенку внутри первоначального объема воды всюду возрастет на одну и ту же величину рожи h в полном соответствии с законом паскаля. Самое глубокое место в мировом океане это Марианская впадина. Ее глубина составляет 11 километров. И если мы посчитаем давление на этой глубине по той же самой формуле рожи h, то мы получим 110 миллионов паскалей или 110 мегапаскалей. Это огромное давление. Современные подводные лодки могут опускаться на предельную глубину всего в 500 метров. А если они опустятся глубже, то их попросту расплющит этим давлением. Поэтому для исследований на дне мирового океана приходится строить специальные глубоководные аппараты. Человек впервые побывал на дне Марианской впадины 23 января 1960 года. Лейтенант ВМС США Дон Уолш и швейцарский океанолог Жак Пикар совершили погружение на батискафе Триест. Давайте посмотрим, как этот батискаф устроен. Это поплавок батискафа с переборками. Он сделан из тонкого стального листа и заполнен бензином. Бензин легче воды, поэтому батискаф может плавать. Это гондола с толстыми стенками, в которой сидят люди. В гондоле имеются иллюминатор и люк. Чтобы попасть в гондолу, люди пользуются шахтой. В подводном положении шахта заполняется водой, а когда батискаф после погружения поднимается на поверхность, она продувается сжатым воздухом. Это камеры для балласта. Стальные шарики удерживаются внутри камер электромагнитами. Если ток разомкнуть, шарики посыпятся из камер вниз и батискаф всплывет. Теперь самое интересное. Почему гондола имеет толстые стенки, а поплавок сделан из тонких листов? Разве на него не действует огромное давление воды. Все дело в том, что в поплавке снизу имеются отверстия, через которые он сообщается с наружной водой. Когда батискаф идет на дно и давление снаружи повышается, это давление по закону Паскаля передается внутрь поплавка. Вода давит на стенки поплавка снаружи, бензин изнутри, так что поплавку при этом ничего не угрожает. А теперь я задам вам наш традиционный заключительный вопрос. Посмотрите на этих глубоководных рыб. Они плавают на огромной глубине без всяких металлических скафандров и других защитных приспособлений. И гигантское гидростатическое давление не сплющивает их. Почему же так получается? Ваши ответы на этот вопрос пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok